МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Новый понедельник, новая жизнь и, правда, новая. Ведь мы действительно одержали такую замечательную победу. Но не мы, конечно, но вся страна болела. И вы, я уверена, вместе с нами это делали. Не зря мы сегодня облачены в такие победные цвета, потому что наша сборная победила. Но не только поэтому, просто потому что мы женщины, нам это нравится на самом-то деле. Тем не менее, тема эфира сегодняшнего отнюдь не связана с победами. Хотя это как посмотреть. Александр, что у нас сегодня? Сегодня мы будем говорить о кризисе среднего возраста. И эта тема действительно напрямую связана с победами. Потому что, когда человек выполнил программу «Минимум», он начинает двигаться к программе «Максимум». Ммм, программа «Максимум» лично для меня в нашей программе это всегда наша вкусная шкатулка. Ну, я думаю, что Ирочка наша не знакома с понятием «кризиса». Мне так кажется, я права? Да, ты абсолютно права. Кризисы меня никогда не касаются никоим образом. Ну, это я так говорю, да? Сегодня мы будем готовить салат с креветками. Ждем нашу гостю. Отлично. Гостей сегодня предполагается много. Вот и посмотрим, какие победы возможны даже в таком странном деле, как кризис среднего возраста. Здравствуйте. Так, ну что, прежде чем говорить о кризисе, хотя вообще слово «кризис» я не люблю. Я, как и многие, считаю, что кризис прежде всего в головах, что это те эмоции, которые вы испытываете, и даже сами не знаете почему. Разберитесь, почему вы их испытываете. Вот видите, кризис может исчезнуть сам собой. Ну, а нам, я предполагаю, стоит начать вовсе даже не с кризиса, а с нашего любимого женского, с гороскопа. Кстати, любимый ли он? Любимый. Да? Александра, по-моему, выражала недоверие никогда к гороскопу. Я не слушаю гороскопа и не верю в них. Так, давайте-ка проверим, стоит ли верить сейчас. Скоро праздники, а я совсем ничего не успеваю, поэтому гороскоп буду вести прямо отсюда. И с радостью расскажу, что ждет знак зодиак на этой неделе. Овны. Чем ближе конец месяца, тем напряженнее дни. Но сдаваться ни в коем случае нельзя. Вы наверняка найдете способ преодолеть все испытания и встретить весну в хорошем настроении. Тельцы. Недавние соперники могут стать вашими союзниками. Они доброжелатели значительно поменять. И мнение на ваш счет. Поэтому используйте этот период с умом. Близнецы, у вас началась настоящая охота на вторую половинку. Смотрите, только не переусердствуйте в своих попытках завладеть сердцем мужчины. Раки, вы стремитесь окружить себя огромным количеством красивых вещей. Как я вас понимаю, в этот период хочется накупить всего-всего-всего. А это сколько стоит? Хм, пожалуй, возьмем. Львы. Можно смело планировать в этот период важные дела. Потому что вы будете в наилучшей форме. Не только эмоционально, но и физически. Девы. Поехать на природу и отдохнуть. Вот о чем вы сейчас мечтаете. Запланируйте поездку на выходные. Ведь за окошком потеплело. Погода так и зовет. Весы. Вы очень хорошо подготовились к 23 февраля. Поэтому ждите отличный презент на 8 марта. На всякий случай не забудьте предварительно намекнуть о своем желании. Скорпионы. Творческий подход. Вход к любым делам, даже привычным и повседневным, будет очень полезен в работе. Главное, совсем не ждать, а уже сейчас начинать действовать. Стрельцы. Если подвернется шанс посетить какие-нибудь мастер-классы или семинары, а может и курсы, не отказывайтесь от них и тут же используйте эту возможность. Главная задача – получить больше информации. Козероги. Следите за своим питанием. И лучше отказаться от всяких очень вкусных и сладких вредностей. И выбрать что-то более полезное. Следите за своим здоровьем. Водолеи. Возможно, интересные предложения. Причем часто вы получаете несколько одновременно. Поэтому приходится выбирать. Тут лучше делать ставку на надежность. О, титановая. Рыбы. Уделите время своим детям или племянникам. Сейчас они в этом нуждаются как никогда. Всегда можно прикупить что-то красивенькое, чтобы порадовать маленького человечка. Хорошей и продуктивной недели. Пусть все у вас обязательно получится. А я дальше пошла искать что-нибудь интересненькое. Ну, остался пустячок проверить, насколько правдив был гороскоп. К концу дня, я думаю, каждый из вас сможет это сделать. Ну, а мы пока проверим, как теория согласуется с практикой. О кризисе среднего возраста и не только нам поведает Александра Иванова в рубрике «Счастье быть собой». Ну что ж, сегодня мы с вами решили говорить о непростой теме и кризисе среднего возраста. И иногда действительно людям кажется, ну что, у человека все прекрасно. Он начинает страдать какой-то ерундой. У него в голове что-то происходит. Да, лучше бы он делом бы занимался. Да, да, да. Типа, в народе это называется жиру бесится. Но на самом деле это очень сложная ситуация, да. И в психологии ее называют иногда кризис идентичности. Когда человек, у которого до этого вроде бы все складывалось нормально, вдруг опускается вот в энергетическом своем, да, настроение у него, вроде бы все нормально. И он даже может преуспевать дальше. Но внутреннее ощущение его далеко не счастливое. Почему? Как Данте Алигери писал, земную жизнь пройдя до середины, я оказался в сумрачном лесу. И вот этот возраст, 40-летний, ну это, конечно, приблизительная, да, граница возрастная, от 30 до 50, она часто сопровождается вот таким вот каким-то опустошением. Когда вроде бы все есть, а счастья нет. Ну потому что много усилий потрачено, а результат, как правило, не очень хорош. Не то, о чем мечталось в детстве, не так? Это может быть и таким образом, когда человек делает предварительные итоги и понимает, что он пришел не туда, куда хотел изначально. А может быть и наоборот, что он уже выполнил много очень, и нет уже дальше каких-то перспектив развития. То есть сценарий на самом деле может быть весьма такой разнообразный, но суть в чем? Что приходит период, ну где-то вот в середине жизни, когда человек производит переоценку своих ценностей, своего жизненного пути и делает как бы для себя вот такой вот вывод, так ли он жил, туда ли он шел. Вот если сравнить эту метафору, продолжить жизнь как путь, да, который, кстати, везде используется, то мы можем изобразить это в виде, ну, некого восхождения на гору, да. Ну вот, кстати, это не просто так, вы знаете, что есть такое понятие акмеология от слова акме, что значит вершина, вершина жизненного пути, развития человека. Это наука о специфике развития человека зрелого возраста. Педагогика это о детях, геронтология это уже о старых людях, а акмеология говорит нам о развитии зрелого человека. И вот если мы разовьем этот образ, да, восхождение на вершину, ну, вы знаете, читали, слышали, наверное, что когда люди поднимаются на Эверест, там есть два этапа. Сперва ты идешь, идешь, идешь и доходишь до определенного уровня, который, ну, там устраивают базу, и дальше у тебя есть выбор, подниматься уже на самый пик, это самая тяжелая часть пути, хотя она и не очень длинная, либо, ну, уже считать, что ты покорил Эверест, успокоиться и радостно возвращаться домой. И вот коучинг, которым я занимаюсь, это наука, которая помогает человеку вот этот кризис и другие тоже успешно проходить. Потому что кризис о чем нам говорит? На самом деле о том, что те инструменты, которые у тебя работали до этого, они уже дальше не работают. Например, если ты поднимался на вершину, то дальше ты уже не можешь идти без новых инструментов, например, кислородного баллона. Дышать просто легкими уже вот на этом уровне ты не можешь. И у тебя есть выбор, взять этот инструмент новый, да, какой-то или нет. А кто больше подвержен, вот этому, мужчина или женщина? Вообще считается, что мужчины, ну, на самом деле, как ученые говорят, и мужчины, и женщины подвержены этому. И понятно... Потому что женщине всегда есть чем заняться. Причины того и возрастные изменения, и в организме тоже. Ну, вот это вот без в бороду, или как седина в бороду, без в ребро, да? Да, к сожалению, это часто проявляется резко у мужчин, когда они обесценивают то, что было нажито до определенного времени, да, и начинают пытаться сделать что-то другое. Люди, вот, допустим, Поль Гоген, который был биржевым брокером, успешно бросил все, уехал на Таити, где умер от проказы, но счастливым, потому что написал 80 картин, да? Мы можем такой вариант, конечно, сценария, бросить все, что было нажито, но это не обязательно делать именно так, да? Можно сделать это и более гармонично, и более успешно. Выработать новые инструменты, о которых я говорила, да? Иногда это может каким образом выглядеть? Успешный человек, он ищет гармонию дальше. То есть ему уже эти социальные достижения не так важны, а ему хочется покоя, тишины, умиротворения, уединения, творчества. То есть выходы на самом деле у каждого свои. Как Кастанеда говорил, есть миллион путей. Важно найти свой путь. А до середины жизни мы часто идем, как говорится, поездом в чужом паровозе, ориентируясь на мнение общества, своих родителей и других значимых людей. И вот дойдя до середины, уже у многих в это время нет таких серьезных авторитетов, родителей и так далее. И ты понимаешь, что ты жил, и где ты находишься сейчас, неясно. Какие у тебя на самом деле твои личные цели? Какие твои собственные ценности? Это хорошо, если ты здоровье сохранил к середине этой пути. Вот. Иногда и этот ресурс уже подкачал, да? И вот когда мы находимся на вот этой базе, как раз повод для того, чтобы честно посмотреть на себя и принять определенную боль. Потому что, естественно, альпинист, который поднялся, это уже боль, да? Ты уже ноги стер и так далее. А дальше будет еще больше боли, дискомфорта и трудностей. Что ты хочешь? И вот это вот научение тому, как принять все-таки то, что в жизни присутствует, и боли, дискомфорт, и преодоление, да? И в то же время ради чего ты готов дальше двигаться? Найти вот это. Ну что еще? Вот если продолжать сравнение с альпинистами. Нам часто нужен проводник. Это вот народности шерп есть, да? Или люди, которые за деньги работают. То есть часто нам для того, чтобы подняться на свой пик, нужна здесь уже будет профессиональная помощь. То есть это и коучи, психологи, тренеры, читаем литературу, духовные практики. Конечно, это духовные практики и так далее. Кроме того, нужно, как я сказала, уже новые инструменты приобрести. И здесь уже начинают работать другие законы. Ты уже не ориентируешься на общество, ты действуешь уже по-другому. Не зависишь ни от кого. Да, ну, конечно, честно сказать, и на пути альпинистов есть погибшие, да? Люди, которые становятся ориентиром. Мы прошли зеленые ботинки того, кто умер там 20 лет назад, да? Это не без того, потому что жизненный путь, он само собой предполагает определенные трудности. Но зато это именно то, что нужно тебе. И здесь есть, знаете, какая опасность. Иногда ты доходишь до сюда и, научившись чувствовать, ты понимаешь, что ты шел не туда. И это очень сложно отказаться, когда все пойдут наверх, а ты чувствуешь, душа твоя говорит, что тебе не нужно туда, твой путь назад в долину к овцам и цветам, да? Но когда все требуют общество вроде бы совершить этот никому не нужный подвиг, где ты станешь в тягость себе и другим, это тоже нужна определенная смелость. Вот об этой смелости мы и поговорим чуть позже. Вернемся в студию через рекламу, после рекламы. Ну и подводя итог вот нашей части, да, я хочу сказать, что самое главное. Самое главное это в период кризиса воспринять как дальнейшая взлетная полоса. Трамплин. Да, это трамплин, это время подвести итоги, причем с благодарностью, набраться новых сил, искать свой путь и двигаться к нему. Потому как, выполнив уже программу «Минимум», в принципе, ты можешь уже и дальше не развиваться, но и природа тогда такой вот балласт, в общем, выбраковывает. Поэтому поиск новых смыслов, поиск новых ценностей, своих истинных ценностей, вот это и есть задача. На самом деле это все легко сказать, да, на словах. А как вот... У тебя вот как это произошло? Вот конкретно у меня, например, да, это была очень тяжелая, достаточно продолжительная ситуация, которая привела меня к поиску нового пути, профессионального в том числе, да. Если я до этого была полковник милиции, мне были важны должности, да. А сейчас я занимаюсь коучингом, помогаю людям проходить их кризисы и развиваться, достигать их вершин. Здорово. Ну, а если касается меня, то я, например, мне казалось, что у меня вообще несколько кризисов этого среднего, старшего, мудрого, младшего, любого возраста. У меня такое ощущение, что сплошные у меня какие-то взлеты, падения, взлеты, падения. Мы уже так же и существовали. Да, и я так думаю, может быть, я до 200 лет буду жить, может, мой кризис еще не наступил, может, он в 100 лет будет у меня средний возраст, кто его знает. Утешаюсь таким образом. Кризисы – это старт нового, интересного, и главное к этому тоже отнестись позитивно. Да, да, правильно. И я вот хотела последний вопрос задать. Если страдает семья при этом, как правило, мужчины стремятся уйти, как бы сбросить балласт, да, женщины мучаются тем, что они вот не выполняют своих каких-то... долг свой не исполняют, ни как жены, ни как матери, потому что им все это вдруг... Обесценено это все. Да, нужна человеку, как правило, помощь мудрого наставника, друга или же профессионала, потому что это действительно сложный период, один из сложнейших кризисов, и поэтому просто так смотреть на человека, что он вот дурью мается, да, нельзя, ему нужно как-то поддержать, помочь и понимать суть этого процесса, что он не вечен, как все на свете. Да. Что ж, пришло время нам пригласить гостей, которые еще больше света прольют, но уже с точки зрения здоровья на нашу тему, поскольку мы ждем сейчас Александра Павловича Дышенова. Это врач-травматолог-ортопед, иглорефлексотерапевт, заслуженный врач республики Бурятия. И это Александр Андреевич Попов, врач-невролог. Заходите, пожалуйста, мы вас уже ждем. Это специалист по тибетской медицине оздоровительного центра Канти. Здравствуйте. Ну что, теперь пришло время поговорить о здоровье. Сами понимаете, кризис среднего возраста, из вас кто-нибудь сталкивался с этим понятием? Я лично пока еще не сталкивался с кризисом среднего возраста. Мы уже это видим, да. И, наверное, не планирую с ним сталкиваться. Вы так уверенно говорите, почему? Да, потому что я занимаюсь любимым делом, мне все это нравится. Ну, жизнь покажет, конечно, в дальнейшем, как все будет развиваться, но я чувствую, что мое дело правильное. И оно на века, можно так сказать. Здорово. Я вижу счастливого человека перед собой, да? Это верно. И состояние, перманентное состояние удовлетворенности тем, что ты делаешь, соответственно, приносит понимание ценности всей твоей жизни и, соответственно, профилактирует кризис среднего возраста. На мой взгляд. Так, а у вас было ли, Александр Павлович? Вообще, очень интересная тема, очень актуальная на сегодняшний день, я считаю. Мне 60 лет, я врач с 35-летним стажем, хирург, травматолог, ортопед. Здесь должны быть аплодисменты. Поэтому с высоты, свои 60 лет, эта тема очень актуальна. Почему? Потому что я закончил в 82-м году Томский медицинский институт, работал всю жизнь хирургом. Потом, по истечении некоторого времени, когда дали, хирургам быстро дают же, 25 лет отработал на пенсию. Вот именно тогда я испытывал уже, я за 25 лет в операционной я устал уже. Вот действительно был кризис. Дети выросли. Думаю, чем заняться? Вот я обратился, вот начал ходить, заниматься, интересоваться восточной медициной. Тибетской медициной, монгольской, китайской. То есть вы все-таки по профессиональной деятельности начали расширяться. Потому что вот именно в то время, когда мы учились в наше время, в советское время, не было же вот именно такой комплементарной, сейчас говорим, медицины, да, симбиоза восточной или же классической медицины. А сегодня все дороги открыты, но знания, методы, руководства нет. Мы по крупицам собирали, учились этому. Улан-Удэ у нас, да, единственный центр восточной медицины, открыт на всю Россию, единственный, который имеет лицензию. И находится в этом городе Улан-Удэ, в прекрасном месте, на Верхней Березовке. Одна наша клиника находится на берегу Байкала, в городе Горячинск. Вот мы сотрудничаем с вашей фирмой Канти, комплементарной медицины города Якутска. И наш центр начали вот это сотрудничество, начали в начале нового пути. Мы хотим, чтобы это развивалось, чтобы это понятие, вот это Востока, философия Востока, медицины Востока, приходило сюда, в Якутию. Потому что Бурятия очень близко находится к коммуникации. Рядом Монголия, рядом Китай, рядом Тибет, и все доступно. Очень быстро. Потому что многие поколения, вот именно бурятских лам, эмч, учились столетиями вот в этих южных странах. И приносили с собой все. Но, известно, в советский период это все было ликвидировано, забыто. Сейчас все это возобновляется. Почему говорю, к этому возвращаться надо? Потому что именно человек, как этот самый субъект, в этой среде рассматривается и действительно вокруг церкви всего этого Вселенной стоит. Почему говорим макро и микрокосмос? Макрокосмос отдельно, Вселенная. А человек сам по себе является микрокосмосом. Эта связь очень огромная. Поэтому, когда определенный возраст проходит, определенный этап человек происходит, испытывает огромное разочарование в жизни. Это в сегодняшней среде обитания, в котором мы находимся, называется рыночная экономика, человека уничтожили. Точно. А мужчину вообще как такового уничтожили. Потому что мужчинам заняться негде, работы нет, рабочих мест нет. Фабрики, заводы все разрушены. Осталось бы рулят женщины. На крохотную зарплату, семью содержат. Все это упало на плечи женщин. И вот в этих 90-х годах женщины все выносят. Вырастила своих детей. Дети выросли, пошли дальше. Вырастают внуки и все. Вот эта кризис 50 возраст. И действительно многое на них упало. Правильно? Надо было семью накормить, самой быть красивой. И чтобы дети были здоровы и все. Почему вот так произошло? Потому что человек именно в своем сознании. Самое важное в человеческом организме, в развитии человека, его сознание, ум. Называется это на востоке обуздать ум. В чем это обуздать ум? Ум составляет из трех составляющих. Вот пять нас, органов чувств, создают три фактора для жизни человека. Это тело наше, речь и ум. Вот это едино, когда соприкасается, создается тело Гилу, называется на востоке. Или астральное тело. Кроме нашего анатомического тела, рядом с нами всегда существует наше астральное тело. Это и называется ваджанная анатомия. Где работают все каналы. Центральный синий, правосторонний, красный, солнечный, левосторонний, лунный, материнский. И семь чакров. Вас можно слушать бесконечно. Ваши лекции будут очень сложно. Почему мы говорим так, да? Почему мы вострадаем? Вот именно человек ищет сознание, счастье его не находит. В большинстве его пути идут страдания одни. И преодолеть это. В чем это заключает страдание? Когда человек и его сознание, он в определенном возрасте, 7 лет его получает, или 21 года получает. И у него вот эти искусственно создавиды, это окружает клещи. Искусственно созданы нами, сообществом людей. Почему это? Это первое невидение. Мы не хочем ничего познавать нового, открывать нового явления. Второе, это привязанность ко всему, материальному, не материальному. Мы это сознание. Третье, это гордыня. Друг другом гордыня. Что-то мы достигли, начинаем гордиться. Третье, четвертое, это зависть. Друг другу завидуют. Один машину купил, другой Таиланд наследовал, или кто-то сын отправил в Париже учиться. Вот. И пятое, это самый гнив всего этого. Вот эти комплексы начинают наше сознание тратить, давить. Потому что, когда человек рождается, в чреве матери, у него заложено в этом астральном теле 84 тысячи каналов. С первым криком с матерью уходят два канала. И ежедневно по два. У женщин... Можно вопрос? Да, у нас прям загипнотизировали. Почему? Почему я рассказываю? Это все, это Восток. Да, но у нас мало времени, поэтому мне нужно... Поэтому я говорю, почему говорю, вот еще раз женщине, у женщин вот это... Это жизни человека рассчитано на эти каналы на 100-120 лет. Женщин первую половину жизни заканчивают в 49 лет. А у мужчин 61. Это на две половины. Почему женщины дольше живут? И больше. И потому что мало подвержены. Потому что, если все это посмотреть, вы правильно отметили, да, убрать все эти преграды. Это будет с вашей философией. А с восточной философией это правильно. Человек тогда будет жить в гармонии. Вот когда эти искусственные клещи уберем, ничего на самом деле человека не надо. Обходиться уметь малым. Малым обходиться в жизни. Учиться надо, учиться. Александр Андреевич, вот вы врач, специалист по тибетской медицине. Как удалось вам этого достичь? Ведь вы же, по-моему, наш местный. Да. Вы же якутянин. Я якутянин. Я родился в Якутске, но учился не в Якутске и работаю здесь только третий год. Все, что говорит Александр Аполлонович, чистая правда. Я полностью согласен. Я надеюсь, мы будем лицезреть когда-нибудь труды отпечатанные, сможем все это прочесть, потому что это тема объемная. Да, это очень. То есть это большая работа. Вы в Канте работаете? Я работаю в Канте. Скажите, пожалуйста, какие можно получить услуги по части здоровья? Нам вас описали как невероятного специалиста, почти волшебника. Что такого волшебника вы делаете? Самые обычные процедуры и рекомендации, на самом деле, которые соответствуют полностью здравому смыслу. И мы просто разбираемся с каждым человеком индивидуально, какие у него есть проблемы, какие есть патологии, в том числе и проблемы кризиса среднего возраста, когда человек чувствует упадок сил, отсутствие мотивации, отсутствие стрессоустойчивости. В медицине считается, что это снижение уровня половых гормонов, в частности, тестостерона. И, соответственно, определенные рекомендации могут немножко повысить с точки зрения медицины, улучшить самочувствие человека, убрать депрессивное состояние, то есть как-то способствовать, мотивировать человека. Ну, то есть вы рассматриваете человека как единый, систему психосоматики, это все вместе, возможно, тонкие планы какие-то примешиваются. Например, длительный стресс на человека, он сказывается опять на его эндокринной системе. Он снижает уровень тестостерона, а тестостерон у нас самый главный гормон, который ответственный за стрессоустойчивость. И, соответственно, здесь можем мы повлиять как на уровень психологии, то есть человека, уменьшить уровень стресса, отправить на море, сделать ему массаж тот же. С точки зрения западной медицины, то людям часто назначаются гормонозависительные терапии тестостерона, то, что лечится в Европе или в США. Где вас можно найти? В Канте? Я веду прием на Каландаршвили-7, это филиал Канти. Проходите, кому интересно, записывайтесь. Спасибо вам большое. Мы отвлечемся на рекламу, вернемся в студию уже после нее. Пока у вас шла реклама, у нас вышел интереснейший диспут на тему восточной медицины, на тему того, что надо делать человеку, когда у него кризис среднего возраста, и что это очень правильный подход единства тела и духа. Но в этом случае можно тогда обратиться в Канте, если вы чувствуете, что ваше здоровье немножко подкошено, оно мешает исполнению каких-то ваших планов. Естественно, если вы осознали, для чего живете, пусть даже это в середине жизни произошло, нужно иметь хорошее здоровье для того, чтобы продолжать воплощать эти планы. Что здесь можно, чем вы можете помочь? В данном случае, вы как специалист. Это вообще, я говорю, все в симбиозе, все надо смотреть в три составляющих. Тело, речь и ум. Все надо лечить вместе. И вы этим занимаетесь? Да, да. Ну, а если я вывихнула руку и пришла к вам? Вот это тело лечит. Тело? Соответственно, и ум, и речь. Все должно быть. И вы где-то совершили грех. Или что-нибудь. Так бы не сломали. А вы, наверное, спросите, это с вами не первый раз? Я скажу, не первый. Давайте разберемся, почему вы все время выбихиваете руку. Да, вообще, в этой восточной медицине все это составляет три составляющихся. Жар, вода и огонь. Вот все. Симбиозы этих трех энергий, когда перекос идет, начинает одно болеть, другое превалирует. А всем этим двигает ветер. Все в мире подчинено ветру. Что бы ни касалось. Александр Андреевич, вы тоже с точки зрения трех стихий, даже четырех, на это смотрите? Да, конечно. Потому что это базовая теория тибетской медицины. Здесь они полностью соответствуют логике и западной медицины. Здесь всегда можно найти аналогию. Никто, никакие теории друг другу не противоречат. Понятно. Поэтому... А если, допустим, вот мы говорим о кризисе среднего возраста, если я... У меня все хорошо, в принципе, ничего не болит, но я постоянно подавленно себя чувствую. Я, наверное, что-то не реализовала, но я это даже не осознаю. Если я к вам приду в Канте, вы мне поможете? Вы разберетесь в моих проблемах? Да, мы можем разобраться в ваших проблемах и откуда идут корни, что ли, вашей проблемы. Самое главное понять это для нас. То есть, с чем связано? Это либо действительно физическое какое-то недомогание, которое можно проверить, да, и либо это может быть умственное переутомление. действительно здесь нужна помощь психолога. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, что вы нашли время для нашей студии, для того, чтобы прийти сюда и так интересно обо всем рассказывать. Теперь нам интересно, где найти вас, кроме Каландаришвили 7? У нас два филиала. Это на Каландаришвили 7 и второй филиал это на 202-м микрорайоне, дом 14-4, где принимают Александр Аполонович, Наталья Вахрамеевна. Это наши гости из Бурятии. Почему вы называетесь... Ну вот что, оздоровительный центр Канти, понятно, почему комплементарная медицина? Комплементарная медицина это медицина на стыке двух систем здравоохранения. То есть это как восточная и западная медицины. И как бы это симбиоз. То есть мы рассматриваем человека как действительно тело, да, вот с точки зрения западной медицины, делаем, берем анализы, инструментальные исследования проводим. Также мы смотрим на какие-либо тенденции с точки зрения восточной медицины. Действительно, с позиции трех жизненных началов. Ветер, желчь, слизь, как они у человека гармонично наход... Насколько? Да. Как они гармонично взаимодействуют между собой. Есть ли какие-либо увеличения или понижения этих трех жизненных началов. Почему актуальна сегодня еще комплементарная медицина? Дело в том, что сегодня доказано, что в нынешнем веке сутки крутятся, у нас мысли 24 часа. На самом деле произошло сжатие времени. 18 часов. 6 часов ушло. Да, мы сегодня как раз об этом говорили. Это уже доказано. Мы ничего не успеваем. Потому что восточная медицина долго, западная быстро, а сегодня здорового человека надо вернуть очень быстро. Месяцами некогда людям лечиться. Поэтому комплементарная медицина сегодня актуальна. Это медицина будущего. Запад-Восток слияния должно быть обязательно. Вот эта новая медицина будет рождаться на этом поприще. Слияние Востока и Запада. Это называется симбиоз. Это нужно в сегодняшнем требовании времени. Теперь мы знаем где найти комплементарную медицину. Это оздоровительный центр Канти. Спасибо вам еще раз говорю. Спасибо вам. Спасибо. Хорошая передача у вас. Спасибо. Дальше продолжать. Но у нас есть еще к чему нам стремиться, поскольку не только отмечены последние дни и вообще многими якутяне засветились везде. Вот что я хочу сказать. Во-первых, Ирина Павлуцкая побывала у Малахова. Мы ее видели в передаче на Россия-1 в прямом эфире, где она рассказала не боясь ничего о себе. Ну и это не единственная якутянка, которая попала в поле зрения больших камер. Наш хоккеист Андрей Зубарев приложил все усилия к тому, чтобы добыть золото в хоккей на Олимпиаде. Мама его из Усть-Майского Улуса, родом, соответственно, мы все якутяне болели еще и за него, кроме того, что за сборную. Ну и наконец, наш любимый человек Наташа Лопатина, как всегда, вездесущая, она исполнила свою мечту. Она поехала на Олимпиаду совершенно одна, в незнакомой местности, прекрасно ориентировалась, выкладывала все это в интернете, значит, мы могли видеть это все в интернете. Ну и, конечно, она там увидела всех тех звезд, которых мы мечтаем увидеть, но она их видела вживую, вблизи. А кого, с кем она там могла увидеться, кого она запечатлела, об этом, обо всем в нашем следующем сюжете. Еду сейчас до станции Джимбо, это пихончане, и дальше уже на автобусе поеду. Квест продолжается. Приехала на Олимпиаду, это Олимпийская железная дорога, станция железной дороги, вот, кого только тут нету, разные национальности. Hello! Hi! Мне помогают, когда ехать до Вьетвана. Информация для туристов? Надо деньги, надо деньги, пилет. Okay. Хорошо. Пилет. Okay. And автобус. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Алексей! 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 Губерниеву от меня привет передадите! Поцелуете от меня губерниеву привет! Передадите! И поцелуйте его! Игорь Негода. Сделайте! А к нему? Нет! Целовать надо! Матч, что вы молодцы! Мы смотрим вам! Доброе, чего стреляет! Исторический момент, смотрите! Радуется Белоруссия! Они правы! За моей спиной! Первое место Белоруссия! Доброчева! Даша! Победа! Да, да, звезда! Поздравляем Дашу четырехкратную олимпийскую чемпионку. Вы не представляете, прикиньте, вот Даша дает интервью специально для арены. А рядом стоит сам губерниев, пишет свой инстаграм! Да! Вот так удача! Даша, я счастлив Белоруссия, я вас очень люблю и с победой, с победой! Это и моя победа тоже! Под финал олимпиады, под финал как-то не просто это олимпиады, для столько сложностей пришлось преодолеть в протяжении первых гонок под конец технического и под конец решения с этим победом, с этими погодными условиями с этим Кенчановым. Ну и сегодня золото наше это просто. Даша! Дарья! У-у-у! Вообще невероятно! Домер один! Я так счастлив! Молодец! Спасибо! Просто, знаешь, орал как резанный! Ха-ха! Молодная победа! Даша! Спасибо всем! Это просто невероятно! У-у-у! Саша, все будет! Молодец! Молодец! Дима, скажите, пожалуйста, привет Якутии! Сам он с холодным украином! Привет, Якутия! Я люблю вас! Муа! Да! Добрый день! Наши зрители НВК Саха для передачи «Город женщин» Наталья Лопатина из Хончанка и наши земляки мы сюда приехали поболеть за наши У-у-у! У-у-у! А мы чуть было ставки не начали тут делать Поцелует, не поцелует? Поцеловала! Молодец, Наташа! И, кстати, эти эксклюзивные кадры действительно вошли в этот материал то, что не увидели в интернете У нас гостья уже сидит в эфире еще одна победительница которая уехала не убежала а уехала от кризиса среднего возраста это Елена Баишева директор ассоциации женщин-автолюбителей Якутии Расскажите, как далеко куда вы уехали где вы уже поездили где побывали я вижу у вас награды с собой Три дня назад мы приехали из села Кюсюр Булунского улуса У нас было на двух автомобилях шестеро женщин команда состояла из автоледи Таттинского улуса Вилюйского улуса и города Якутска мы поехали в арктическую деревню потому что там действительно я считаю, что там действительно кризис есть людям заниматься нечем у них нету столько развлечений как у нас в Якутске и мы поехали их развлекать мы выиграли для них грант 1 миллион рублей именно за трезвость по ЗОЖ за здоровый образ жизни и мы поехали рассказывать им об этом какие чьи квартиры мы будем помогать ремонтировать каким женщинам мы будем оплачивать проезд чтобы они один раз в жизни выехали из Кюсюра в сторону Якутска какое большое дело вы сделали слушайте мы привезли туда благотворительную помощь 300 килограмм одежды и для многодетных и малоимущих которых там действительно много и теперь у детишек теплая одежда модная одежда хоть и не новая но все равно в хорошем вот вы объявления давали да мы давали и помогали помогали я пользуюсь случаем хочу поблагодарить всех кто откликнулся на ватсап наше сообщение что вот все звонили и говорили автоледи приезжайте забирайте мы вот собрали чуть подробнее об этом расскажем позже поскольку мы опять удаляемся немножко рекламы возвращаемся в студию города женщин и к живому примеру того что действительно можно не просто убежать от кризиса а сделать это неся какую-то высокую миссию не обзывая это высокими словами не называя точнее а просто делая свое дело а вот как вы поехали в киссюр одновременно отвезли туда помощь для многодетных одновременно значит помогли кому-то выехать из киссюра да хотя некоторым просто первый раз в жизни и показав что можно к чему можно стремиться ведь так это то что вы оттуда привезли да самое главное мы хотели им показать что возможностей у человека много и соревнования спортивные устраивали врача мы с собой привезли врач их осматривал это семинары для по разным темам проводили там живут замечательные люди вот они например сделали своими руками и таких сувениров они нам дали каждому каждой женщине и и да у них совсем другая северная вообще совсем другая и жизнь совсем жизнь совсем другая вот эта книга тоже помогает эта книга моя кругосветное путешествие якутских автоледи про автомобильные путешествия вокруг земного шара это было в 2003 году 15 лет назад и она тоже помогает преодолеть кризис среднего возраста если ее почитать вообще вот время от времени человеку нужно себя поместить в некомфортную среду да чтобы знать свои ресурсы знать вот не обязательно потренировать хотя бы не искать комфортные условия и в этот раз мы тоже ездили на буранах три часа нас привязывали прямо к саням чтобы мы не упали да и вот лежишь там в большой-большой много одежды очень шевелиться никак невозможно и щеки чешутся там от меха но ничего поделать невозможно все это надо терпеть просто надо терпеть но вот что бы мы могли посоветовать женщинам которые вот могут жаловаться на что ой все надоело вот в Кюсюре живут люди которые очень терпеливые они никогда не жалуются не просят помощи они живут как что есть теми живут они воспитывают очень много своих детей у них по многу детей я прямо ими восхищаюсь оленеводами рыбаками и я например сейчас решила им помочь любым методом вы будете еще искать пути любыми путями да я ездила с ними на стадо и на рыболовецкие участки и вообще мне нравится я всегда им говорю у вас очень интересная очень своеобразная жизнь вы всегда на чистом воздухе со свежей едой и вы должны это сделать в плюс превратить все в плюс и жить всегда в позитиве и всегда себе намечать что будет все хорошо они боятся что-то вдруг будет плохо мы желаем чтобы все ваши планы исполнились и даже сверх того и конечно вы сейчас нам явили яркий пример с собой что можно убежать и уехать и вообще не замечать этого среднего возраста и уж тем более не делать из него никакого кризиса спасибо вам большое Елена ну а мы отправляемся в нашу вкусную часть хозяйка вкусной шкатулки уже заждалась Ирина Приветствую вас в своей кулинарной рубрике шкатулка вкусных рецептов и сегодня у нас гости Кюней Гагарина активистка нашего кулинарного клуба вкусная шкатулка рецептов многодетная мамочка кандидат педагогических наук отличник образования отличник культуры отличник молодежной политики и кроме того она еще победительница конкурса женщина года 2014 вот столько регалий у тебя Кюней ну ты вообще молодец Добрый день здравствуйте здравствуйте спасибо за приглашение в город женщин я хочу сегодня приготовить для вас весенний салат с крабовыми скрабами с креветками ой извините с креветками очень волнуюсь поскольку действительно для нас вообще для меня лично тема готовки была далекая тема поскольку у меня было ну время и фокус все на работу на науку да вот как правильно отметила Ирина но с определенного времени я начала задумываться вообще о смысле жизни да о семье и так далее вот как раз таки тема вашей передачи кризис среднего возраста и меня коснулся давай начнем потому что у нас времени сегодня мало но попутно если вы расскажете ингредиенты у нас что креветки болгарский перец да оливки помидоры помидоры огурцы мы все это выкладываем у нас получается салат все это в одну мисочку выкладываем можем добавить помидорчики это все на вкус да в принципе готовится очень легко быстро и вообще к кулинарии я пришла вроде бы случайно но оказывается не все случайное поскольку случайности не бывает да четыре года назад меня пригласили в общественную скажем так организацию женскую как вкусная шкатулка рецептов и я сначала удивилась меня я же не готовлю ну в принципе я готовила как обычно да вот ну как все скажем так но не выделялась такими кулинарными какими-то успехами но поскольку я удивилась когда меня пригласили оказывается это не просто сообщество женщин где только готовят делятся рецептами там оказывается занимаются социальными акциями да благотворительными акциями и меня очень удивил этот момент и вот каждая встреча да каждое мероприятие имела определенную цель и вот как раз в этот момент когда у меня был кризис среднего возраста возможно да я встретила хозяюшек искусной шкатулки я встретилась с хозяюшками вкусной шкатулки и в принципе если вот последнее мероприятие да отметить я там была ведущей кстати это интеллектуальная игра семейная мудрая сова да при поддержке союза женских организаций и национальной библиотеки провели такую интересную игру где приняли участие семьями команды да и мы значит с ними славно провели этот конкурс и было очень интересно отзывы были очень хорошие да и вот вообще вкусная шкатулка рецептов охватывает больше 25 тысяч киней наша активистка она принимала очень много много раз участие в благотворительных мероприятиях в наших общественных поэтому молодец пока киней готовит я хочу вам показать новый свежий номер нашего журнала весенний номер кулинарного кулинарного журнала номер один республики вкусная шкатулка рецептов он уже появился в продаже в магазинах хочу вам показать посмотрите какая у него красивая обложка глянцевая и внутри он очень вкусный красочный такой яркий приобретайте в книжном маркете то есть подарок 8 марта я правильно понимаю да это прекрасный подарок для таких хозяйцев как мы с тобой потому что здесь собраны рецепты хозяек со всей республики они очень легкие простые доступные каждые даже ну самые начинающие хозяйки а главное с фотографиями что я особо ценю потому что я часто фотографии оцениваю и еще кстати мы отмечаем то что у нас формат небольшой да сумочку как раз это мы с прошлого года перешли на такой формат раньше у нас была А4 сейчас А5 он свободно вмещается в дамскую сумочку его можно носить с собой подарить подружке коллегам и так далее очень удобный Ирина а можно к тебе поближе перебраться потому что мы хотим не только нюхать конечно мы хотим присоединиться посмотрите какая красота у нас получилась у нас такой получился салат весенний легкий да и он украсит любой праздничный стол украсит ну я думаю что и на каждый день можно сплошная польза да сплошная польза очень полезно там а главное их чуть-чуть совсем надо да чуть-чуть мы значит посолили добавили оливковое масло да и можно в принципе подать украсить по желанию по настроению так девочки оп сделаю вот так простите приготовление пищи для своих родных для своих любимых это одно из важнейших предназначений женщины и это между прочим действительно одно из моментов которые позволяют пережить кризис среднего возраста вернуться к истокам вернуться к настоящему к настоящим ценностям в том числе кормить свою любимую семью я так хочу попробовать этот салат я сейчас начну мучиться комплекс неполно они работают три варианта салатов на этой передаче да но я выбрала именно с креветками потому что я не наверное один человек из ста который не любитель креветок но я хочу попробовать вот именно возможно после кюны я их полюблю а еще какие варианты были у меня был вариант еще слоеный салат был вариант еще с лососью салат да ну вообще я я вообще очень люблю готовить салаты у нас дома распределение да у меня старший сын ему 20 лет он готовит выпечки всякие торты да выпечки муж готовит горячие и слава богу у меня значит самая легкая самая а так вот эти креветки ты их прям с пакета вытащила отварила что с ними сделать креветки не надо варить ни в коем случае если ну при варке теряется вкус креветок но если они розовые то они уже вареные если они зеленые то они сырые да сырые и вот сырые надо варить а розовые уже готовы к употреблению то есть из пакета берем если розовые то они уже варим в холодильнике мы должны залить кипятком да на 3-4 минуты оставить и все почистить да а вот зеленые совершенно верно можно сварить а как правильно выбрать креветки в магазине вот они же там разные бывают бывают очищенные да но я вот на своем опыте почему-то остановилась на тех которые в панцире да в панцире и сама их да и сама их они вкуснее да они вкуснее но они вкуснее сочнее интересно девочки спасибо вам большое я сегодня узнала так много нового мы просто превосходные у нас сегодня были гости вы согласитесь же с нами да мы все старались это с точки зрения здоровья мы посмотрели ты мне открыла новый рубеж опять я очень счастлива что ты мне много советов даешь ну и конечно Ирочка я не знала что кулинария может служить трамплином для дальнейшего деятельности почему потому что я ну я плохо готовлю мяко я не люблю это дело Оля вот тебя надо пригласить сюда спасибо если вы меня пригласите вы все голодные будете холодные мы тебя научим готовить это звучало как угроза но я надеюсь что ты ее воплотишь жизнь угроза спасибо вам девочки ну и конечно я думаю что наша передача сегодня помогла очень многим поскольку кризис среднего возраста это все таки не шутки спасибо нашей кино за то что пришла всем удачи поддерживайте себя счастливо до свидания 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 до свидания